Всем добрый день! Сегодня 18 июня, сегодня пятница, и сегодня я буду разговаривать с Оливером. Оливер, добрый день! Здравствуйте! Итак, сегодня у нас беседа будет чуть-чуть необычная, потому что обычно, когда я беру интервью, разговариваю с кем-то, то я встречаюсь с собеседником в университете или приглашаю к себе в гости. Сейчас из-за карантина это невозможно, сейчас мы все сидим дома и работаем в интернете, всё в компьютере, и поэтому у нас будет виртуальное интервью. Оливер, большое спасибо, что вы согласились принять участие. Ни за что. Итак, я преподаю русский язык в университете Уорик, а Оливер учит русский язык в университете Уорик. Наверное, даже уже можно сказать «учил русский язык», потому что он заканчивает. Вы уже сдали все экзамены или нет? Да, все, да. Уже сдали все экзамены, то есть всё, закончили экзамены. Да. Отлично. И теперь я ещё работаю, не нашёл. Ну да. Ну ничего, со временем обязательно найдёте работу. Хорошо. И сейчас вы в университете в Ковентре или вы уже дома? Я ещё в университете, но я вернусь домой в следующую неделю. Не знаю, я ещё не знаю, но да, скоро. Хорошо, отлично. Я вас поздравляю с окончанием университета и с сдачей всех экзаменов. Молодец. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы изучаете русский язык? Вы начали изучать до того, как поступили в университет, может быть, в школе или в университете? Ну, я изучаю русский язык уже четыре года. Я начал изучать русский язык в университете, в Волике. И наряду с французским и немецким языками. Почему вы решили изучать русский язык? Я много смотрел и читал о России в новостях здесь, в Англии. И я уже знал до университета, что я хотел изучать третий язык в Университете. Меня больше всего интересовала культура, политика и также история России. Я думал, что это было бы интересно изучать русский в Волике. И также я хотел узнать больше о России как страны и как народ. Я думал, что это было бы интересно, как узнать о России изнутри, а не как англичанин. Потому что здесь в Англии у нас есть впечатления о России, которые, я думаю, что это не как очень правильное впечатление. И я хотел узнать больше о настоящем России. Хорошо. Прекрасно. То есть культура, история и узнать о настоящей России. А вы путешествовали по России? Вы были в каких-нибудь городах в России? Вообще вы были в России? В прошлом году я пожил несколько месяцев в Санкт-Петербурге. Я изучал русский язык в государственном университете там. И также, когда я был в России, я также ездил в Москву и в Казани. Вы, наверное, уже знаете о Санкт-Петербурге и о Москве. Большие города. Но Казань также очень интересный, многонациональный и, честно говоря, прекрасный город. Если вам интересно узнать больше о России или о российских городах, я очень-очень советую вам посетить Казань. Хорошо. Я никогда не была в Казани, но с удовольствием съезжу. Да, в будущем поеду. Скажите, а сколько времени вы провели в Санкт-Петербурге? Какие у вас впечатления остались о городе Санкт-Петербурге, о России в целом? В целом, думаю, что это было очень интересно жить в России. Это не очень, как Англия, но в то же время мне очень понравилось проводить время там. Я учился в Санкт-Петербурге в течение 5 месяцев. Я думаю, что это время было достаточно, чтобы подробно узнать о России и познакомиться с настоящими русскими людьми. Теперь я думаю, что русские люди очень дружелюбные люди. Да, раньше я думал, что, может быть, это не так. Не знаю, почему, но это было мое впечатление. И сейчас я думаю, что они очень дружелюбные. Особенно благодаря тому, что я говорил на русском языке. Потому что русские люди любят это. Они любят, когда вы сможете говорить на русском. До сих пор у меня есть друзья в России, с которыми я продолжаю общаться сегодня. Я также думаю, что когда я уехал из России, я думаю, что я очень хотел вернуться там. Потому что там я был в двух городах. Думаю, что в России есть много интересных городов. Есть много интересного, которого я не видел. И да, я очень хотел бы еще раз посетить другие города. Вы уже планируете, когда вы поедете или пока не знаете? Не знаю, пока не знаю. Потому что это зависит от всего, если я могу найти работу и так далее. Ну, если возможно, я очень хотел бы найти работу, где я могу говорить на русском или писать на русском языке. Да, потому что я уже изучал русский язык. Теперь четыре года это было бы. Жаль, если я не смог это делать. Ну, да. Но все равно за четыре года вы добились блестящих результатов. Мне кажется, что вы очень хорошо говорите. То есть мне не кажется, а это так и есть. Многие боятся изучать русский язык. Считают, что он сложный. Вы когда-нибудь жалели, что начали изучать русский язык? Нет, никогда не жалел. Конечно, в самом начале университета я думал, что русский язык будет трудным. Но в то же время я думал, что это была одна из главных причин, почему я выбрал изучать русский язык. Я думаю, что это не должно быть легко изучать новый язык. Но в то же время я думаю, что это не так сложно, как мы думаем. Я понимаю, почему многие люди боятся изучать русский язык. Особенно для английского человека это может быть легко слушать или читать русский язык и думать, что это как чужой, а поэтому сложный. Ну, на мой взгляд, это не так. Особенно в университете с помощью учителей. А если вы ездите в Россию, всё возможно. Хорошо. Всё возможно, мне нравится. Звучит очень хорошо. Следующий вопрос такой. Есть ли у вас какое-нибудь интересное, любимое русское слово? Или просто слово, которое первое вам приходит в голову, необычное русское слово, которое вам понравилось? Ну, первое слово, которое приходило в голову, когда я читал этот вопрос, это чужбина. И я узнал об этом слове в Петербурге. Моя преподавательница сказала мне, что это значит. И это значит какую-нибудь чужую страну или чужое место. На мой взгляд, насколько я знаю, у нас нет этого выражения на английском языке. У нас есть, например, форун, но это не очень похоже на чужбина. Да, не соответствует. Нет. Думаю, что это не существует в английском языке. Ну, я думаю, что это очень интересное слово, потому что вы можете много узнать о том, как русские люди относятся к другим странам или даже другим городам внутри России. Мне кажется, что для русских людей дом имеет очень большое значение. И может быть большее значение, чем меня. Для меня дом, это не имеет большое значение, но для русских людей это очень большое. Ну да, это было очень интересно узнать в этом слове. Я думаю, что я теперь лучше понимаю, почему русские люди так думают. Это очень интересно на самом деле. И я от иностранцев, честно говоря, не слышала этого слова, чтобы кто-то говорил слово чужбина. Мне кажется, это такое немного литературное слово, слово, которое пишут в книгах. Чужбина. Красивое слово. Последний вопрос такой. Что вы посоветуете нашим студентам, или не только нашим, вообще всем людям, которые изучают русский язык? Может быть, вы смотрите какие-то сериалы, может быть, вы слушаете подкасты. Как вы учите и поддерживаете русский язык? Я использую различные ресурсы. Я думаю, что самое важное, что вы не только используете один ресурс, но другие также. И сегодня я думаю, что это может быть легче изучать язык благодаря развитию технологий. Например, возможно, смотреть новости в интернете. Если вы хотите смотреть новости в интернете, я советую первый канал. Это очень простое найти. Они говорят очень быстро, но это также полезно. Это только один пример, конечно. Но если вы хотите смотреть выпуск новостей, то это хорошо. Конечно, также есть предложения, как Geolingo или Memrise. Они очень полезны, чтобы выучить новые слова. Вы тоже ими пользовались, когда учили русский язык? Да. Особенно, когда я не в университете. Думаю, что это полезнее, когда я не в университете. Потому что, конечно, когда вы в университете, я не сказал бы легко изучать русский. Но у вас есть задача. Учебник, преподаватель. Конечно, это легче. Но когда я не в университете, каждый день делать что-то на этих приложениях только 15 минут. Это не слишком много, но в то же время это очень полезно. Сегодня, возможно, слышат музыку в интернете, в YouTube. Мне нравится Виктор Цой, или есть также группа из Белоруссии «Молчат дома». Это все интересно слышать, и также пытаться понимать эти песни и слова, которые они используют. И, конечно, фильмы на YouTube, также советские фильмы. Я очень рекомендую, они очень хорошие и интересные. Я думаю, что изучение языка не обязательно должно быть скучным. Это точно. Я считаю, что изучение языка – это всегда интересно. Это путь. И на самом деле, вы сейчас закончили университет, но изучение языка не заканчивается, по-моему, никогда. То есть можно читать книгу, и всегда ты будешь, даже если ты очень хорошо говоришь, очень знаешь уже много слов, все равно всегда будет что-то новое и интересное. Хорошо. Отлично. Оливер, спасибо вам большое за интервью. Я желаю вам удачи в будущем, найти хорошую работу. Давайте будем надеяться, что эта работа будет с русским языком тоже. И желаю вам снова поехать в Россию, попутешествовать по России. Конечно. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Пока-пока. Пока.